начинаем вязание квадрата коричневой ниткой завязываем узелок провязываем 3 воздушные петли подъема и еще одну дополнительную петлю в эту первую петлю мы будем провязывать столбик с одним накидом 1 столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом 3 воздушные петли и в эту же первую воздушную петлю провязываем 3 столбика с одним накидом обратите внимание что столбик с одним накидом провязывается таким образом чтобы вот эта петля у нас не вытягивалась чтобы петли плотно облегали крючок 3 воздушные петли 3 столбика с одним накидом сюда же в этот же в эту же воздушную петлю 3 воздушные петли 3 столбика с одним накидом в первую воздушную петлю 2 воздушные петли и в третью петлю подъема провязываем столбик без накида и Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы вяжем бирюзовой ниткой, поэтому нам нужно перейти на нитку другого цвета. Последнее движение, когда мы провязывали столбик без накида, мы провязываем ниткой бирюзового цвета. Я завязываю такую петлю, набрасываю на крючок и последнее движение провязываю ниткой другого цвета. Можно подтянуть коричневую ниточку. Второй ряд провязываем 3 воздушные петли. Два столбика с одним накидом под арку из воздушных петель, то есть под эту же арку, где мы сейчас вяжем. Первый столбик. Второй столбик. Хорошенько потяните коричневую ниточку и бирюзовую нитку. Таким образом будет незаметный переход к нитке другого цвета. Две воздушные петли. В следующую арку из воздушных петель 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. Три столбика с одним накидом в эту же арку из воздушных петель. Первый, второй, третий. Две воздушные петли. Три столбика с одним накидом в следующую арку из воздушных петель. Три воздушные петли. Три столбика с одним накидом в эту же арку. У нас уже два угла. Две воздушные петли. В следующую арку из воздушных петель. Группа столбиков из трех столбиков с одним накидом. Три воздушные петли. Три столбика с одним накидом в эту же арку. У нас уже три угла заполненных. Две воздушные петли. Три столбика с одним накидом. В следующую арку из воздушных петель. В конце ряда провязываем две воздушные петли и столбик без накида в третью петлю подъема. Но последние движения мы уже будем вязать ниткой другого цвета. Поэтому давайте ее приготовим. Провяжем. Завяжем такую петлю. В третью воздушную петлю подъема, то есть перед столбиком, я начинаю вязать столбик без накида. Но последнее движение уже провязывая ниткой другого цвета. Подтянули петлю, подтянули бирюзовую ниточку и провязываем третий ряд ниткой молочного цвета. Три воздушные петли, под арку из воздушных петель два столбика с одним накидом. И хорошенечко сразу подтяните бирюзовую нитку, чтобы она спряталась под столбики и молочную нитку. Тогда переход будет практически незаметен. Две воздушные петли, под следующую арку три столбика с одним накидом. Две воздушные петли, в следующую арку в угол провязываем группу столбиков. Три столбика с одним накидом. Три воздушные петли. Три столбика с одним накидом. И дальше продолжаем вязать аналогично этой стороне квадрата. Две воздушные три столбика и в угол провязываем три столбика, три воздушные три столбика. И так повторяем по всему квадрату. Таким образом мы провязываем третий, четвертый, пятый, шестой ряд, меняя цвет нитки. В последнем ряду у нас уже будет раз, два, три, четыре группы столбиков между углами. Таким образом вы можете вязать и большие квадраты, большего размера. Также можете вязать всевозможные модели, используя вот это вот расширение в углах. То есть прибавляя в каждом ряду по группе столбиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...